Я хочу поприветствовать всех вас, чтобы вы смогли уделить время, чтобы приехать сюда. Кто-то добирался очень и очень издалека, кто-то, наверное, с самого утра раскапывал свои дворы, проезжие части, чтобы только добраться в Дом Божий. И вы молодцы. Спасибо. Прилагающие усилия восхищают ту радость, которую Бог дает. Поэтому я очень-очень рад тому, что Бог делает. И если вы нас смотрите в прямом эфире, вы не смогли приехать на собрание, мы тоже рады, что вы с нами в Духе. Как Павел говорит, я отсутствую с телом, присутствую с Духом. То, что мы у вас на экране появились, это мы уже в вашем доме. Мы уже все заняли. Все ваше внимание. Друзья, перед тем, что мы будем молиться еще за нужды, то напишите их, отдайте в корзинку, мы помолимся об этом. Вы знаете, сегодняшний шаббат как никогда интересный. Потому что вот то, что сейчас происходит здесь, вот то, что мы здесь находимся, то, что в этих стесненных обстоятельствах мы находимся сейчас по причине холода. Кто-то спросит, где-то смотрят нас, может быть, во Владивостоке, либо в Америке, а что ж вы так, то с одного зала, то в другой зал. Мы находимся в том же месте, только у нас есть другой зал, который мы используем для молодежи, для служений женских, для школы, для детского служения, да, для шаббат-школы проводим. Здесь по причине сейчас на улице минус 13 и больше, в центральном зале у нас немножко холоднее, чем здесь. Например, там плюс 8, плюс 5. Ну, холодно, да. Но сейчас здесь тепло. Поэтому мы находимся на том месте. Я хочу и люблю говорить вообще с людьми на тему характера, поведения человека в обществе. Мне нравится, когда люди, они достойны своего имени. Они, вот знаете, вот человек, гордо звучит, да. Что в человеке находишь качество, которое помогает ему не просто существовать или сосуществовать в обществе, в социуме, а человеку, у которого характер соответствует Писанию. Мне нравится, когда верующие люди, особенно рожденные свыше, меняют настолько свою жизнь в противоположии, кем они были, что они становятся не просто светом, их узнают по их поведению, по их словам, они изменились. Вот я люблю об этом говорить. Говорить о том, что нас заставляет быть другими. Особенно наше поведение в обществе привязано к понятию такому, как видит ли это Бог. Особенно верующим. У нас же как бы мы ведем себя по причине того, что если Бог везде, если Бог всезнающий и всевидящий, значит нужно вести себя правильно. Ну или нет, или я ошибаюсь. Чаще всего мы этим и себя как бы вот этим как бы так направляем или так же мы так устроим, мы себя ведем по причине того, что Бог все видит, все знает и везде существует. Но иногда приходит другая мысль. Да, Он знает, Он видит, но Он не везде находится. Он не может со мной зайти в туалет между мной, Бога там нет. Правильно, да, так сказать, или ванну со мной. Тоже, ну как Богу быть там в ванне со мной. Как это так, у нас есть какие-то мысли такие. И тогда у людей приходят разные мысли в голову. Я хочу вам сказать, Бог везде. Бог все видит. И Бог все знает. Знаете, вот поэтому нужно понимать три важные составляющие Бога. Вот как бы знать его характер и знать его кто он и что он. Первое нужно понимать, это что Бог вездесущ. Он везде. Об этом говорит Псалом 138. Там седьмой стих. «Куда пойду от Духа твоего? От лица твоего куда пойду?» Помните, другой еще местописание. «Пойду на край неба, и там ты. Да, пойду в бездну, и там ты. И в пучину морскую, и там ты. Куда мне скрыться от тебя?» Другими словами, мы понимаем, что Бог везде. Как раз вот на фоне этого движения, понимаете, что Бог везде и во всем, хасидское движение имело основание радостном жизнепровождении. То есть, имеется в виду, даже в скорбях тебе должно быть радостно, потому что Бог во всем напоминает тебе о себе. Поэтому радостно выходить в поле и петь, славословие, смотреть на красоту Божию, смотреть на обстоятельства и говорить все, слава Богу. Есть второе понимание, что Бог, он присутствует в конкретном месте. Особенно Новый Завет об этом говорит. Ищуа говорит, «Отнимется от меня и дастся вам. Я пребуду в них, буду ходить в них». Вы храм Бога Живого и Дух Божий. То есть, есть положение Бога, который внутренне находится в том месте, мы называем это наш Дух. Мы приняли Божью любовь посредством веры. И излился Дух Святой к нам в наши сердца посредством веры. И мы, как говорим, мы с вами камни живые, и устрояющие себя храм Господень между собою. Взаимоотношения. То есть, внутреннее нахождение Бога внутри нас. И знаете, самое интересное, что его присутствие может быть явным. То есть, его присутствие не только везде сущность, то есть везде. Его присутствие еще внутри нас и присутствие посреди народа с явным проявлением. Кто из вас, вот когда мы имели поклонение сегодня, какой-то момент почувствовали, что Он явно здесь. Некое явное проявление. Ты переживаешь Бога явно, не просто понятием, что Он везде есть, а вот личное понимание приближенности к самому Богу. Вот об этом я хочу говорить. Что происходит, когда община Кагила собирается вместе, и что происходит в явном проявлении Бога, когда Он присутствует? Мы иногда не понимаем это, но это важно разуметь. Неоднократно в моей жизни, знаете, Бог обращается через Писание, через чувствование. И знаете, однажды, проезжая мимо Макдональдса и просто проехал, там купил все, и Бог говорит, ты вот так со мной поступаешь. Заехал, забежал, заказал, схватил и уехал. Я говорю, я не понял. Он говорит, а время со мной немножко уделить? Я думаю, как? Я занятый человек, езжу туда, еду туда. Он говорит, каждый раз ты должен понять, что я хочу иметь отношение с тобой. В машине, в метро, в маршрутке. Есть понимание встречи с Богом. То есть, непосредственно переживание. И мой вопрос такой, как жить в этом присутствии? Как жить в явном переживании с Богом? Знаете, для этого я хочу сказать несколько таких вещей. Его проявляющее присутствие. Что это значит? Вы являете или явное присутствие, когда мы переживаем это. Когда-то началось явное состояние, когда человек может переживать Бога лично. Началось это с того момента, как и на заре человечества. Когда Бог сотворил Адама, потом помощницу, да, и было отношение у Бога с его творением очень близким. Мы видим это из бытия, Багашид, в начале. Третья глава, восьмой стих. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Другими словами, у человека было отношение с Богом, хождение с Богом, явное присутствие. Ибо написано, скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями. Вопрос становится очень уникальным. Если Бог везде, вездесущий, куда можно было спрятаться? Я головоломку делаю. Я головоломку делаю. Потому что если, даже на самом деле, они ушли от лица Бога. Они спрятались. Как возможно спрятаться от Бога, который везде? Я вам покажу, как можно уйти от Бога, как можно и спрятаться. Грех всегда будет заставать уходить от присутствия Бога. Явное присутствие. Они переживали явное присутствие взаимоотношения с Богом. Зная, что Бог везде, но есть личные отношения с Богом, непосредственное общение с Ним. Грех всегда толкает тебя уйти от этих отношений. Я вам задам такой момент, вопрос. Замечали ли вы людей? Вы знаете, что они верующие? Вы знаете, что они пошли на компромисс с грехом? Каково их поведение? Ты приглашаешься в общину, он говорит, занятый человек, у меня работы много, так нет, мне там не могу, ну не могу, вот так зашитый. И ты понимаешь, что он боится на самом деле прийти, где Бог его обличит. Он боится прийти в присутствие Бога, потому что он знает, что в собрании людей, на собрании святых происходит нечто. Бог являет себя явно переживанием, которое мы имеем с ним. И мы обличаемся друг другом в данном ситуации. Люди, даже бывает, что они хорошо идут на собрание, ты их уломал, они идут на собрание, и ты набляешься за ними, и они под влиянием греха начинают у них то, то зазвенел телефон, то они такие какие-то деловые, сидят в этом телефоне, полностью отличены от всего. Грех всегда будет тебя уводить от того, чтобы сосредоточиться на Боге. В том поклонении, в том прославлении, в том слове, которое происходит, даже когда мы молимся друг за друга, то молитва праведник может делать многое. Мы можем помолиться друг за друга, и вера человека может сделать больше, исцелить его, когда мы собираемся вместе, когда мы поддерживаем друг друга. Но грех уводит нас от этого явного проявления Божьего. Он уводит нас, и люди, которые очень часто там начинают себя, ну, быть деловыми чересчур, да, то там переписка деловая, то еще что-то, то он встал и ушел, то вдруг, как бывает так, захотел в туалет. Вроде бы до этого приходил собрание, сходил уже, и не один раз, тут во время поклонения, когда вещи происходят, зажало, раз, и побежал. Бывает такое, да? А знаете, что это на самом деле? Это вот то состояние греховного, знаете, вот, компромисса, где мы, как бы сказать, как Адам и Ева, они сделали грех. Да, этот грех, написано, что он удалил их, они спрятались от Бога, потому что грех уводит отношения с ним. Грех нас удерживает о поклонениях, говорит нам, что мы лицемеры, если мы будем приходить со всеми, славить Бога, поднимать руки, как все. Грех заставляет нас опускать все это, так стоять тихо вот. Потому что если я сделаю что-то, скажут, о, лицемер. Друзья, знаете, что я вам скажу честно? Честно, я вам скажу, лучше, если ты грешник, прийти на собрание, пойти вперед, поклониться Богу, сказать, ты мне нужен, потому что только в присутствии Бога меняется жизнь. Пришли два человека в храм. Один праведник, а другой мытарь. Очень интересная позиция, да? Мытарь. Один говорит, Господи, спасибо, что я не такой, как все, как в том мире. Нормально. Мы тоже можем говорить об этом. Мы можем сказать, Господи, спасибо, что ты нас очистил, осветил, ты нас забрал из этого мира. Мы благодарны тебе, что ты держишь нас, ты благословляешь нас. Мы не такие, как все остальные люди. И это нормально сказать. Главное не сказать, как вот этот вот человек. Понимаете, да? Другой говорит, стоя в храме, говорит, Господи, прости меня, прости, я грешник. Вы понимаете, да? И это поклонение. Присутствие Бога приводит в явное изменение человека. То есть непосредственно явное проявление Бога, когда мы ищем Его. Адам и Ева скрываются от явного присутствия Бога, не от вездесущего присутствия Бога, от явного присутствия. Другими словами, они добровольно и охотно решили не общаться с Богом и уйти в небытие. В сторону, где Бог не может заставить человека говорить. Вы замечали, что Бог не заставляет никого из нас с Ним общаться? А разве что это на самом деле бывают такие грехи, что вот так вот проснулся ночью в холодном поту и думаешь, все, надо бежать. Бежать к Богу, иначе все, конец. Где Он классно уже явно обращается к тебе в сновидениях. Но в сущности, Бог никогда не заставляет человека иметь общение и звать. Он уже все сделал, друзья, все сделал. Равносильно, как с этим человеком, который был богач и лазер. Он говорит, подожди, Боже, пошли кого-нибудь из святых, пускай воскреснут и моему брату скажут. Он говорит, у них есть кто? Моше и закон, то есть пророки. Есть у них, знаешь, что делать, значит нужно жить так. Понимаете, да? И у Бога говорит, к нам обращаются таким же образом. Друзья, я послал своего сына искупить весь мир, предоставил все вам необходимое. Об этом говорят чуть ли не на каждом перекрестке во всем мире. О том, что Бог послал своего сына, так возлюбил Бог мир. И он предоставил все необходимое. В это нужно поверить. В это, может, уникальные выходы человечества, которые не входят в разум для умных людей. Но не мудрых Бог призвал, и не богатых, а те, кто поверили. И среди мудрых, и богатых, и бедных. Если ты поверил, это меняется в праведность. И дайте вот Моше, понимая это, при выходе, делает заявление Богу. Уникальное заявление, которое нам возможно пережить с вами. Исход 33 глава, 14 и 16 стих. Господь сказал ему, сам пойду перед тобою и веду тебя в покой. Бог говорит, поди секунду. Я везде, да, я везде. Что в Египте, что в обитованной земле, что на Иордане, что на Северном полюсе. Он говорит, но я, я лично пойду с тобой. Я проявлю себя среди народа. То есть я стану явным присутствием, явным присутствием с тобой, и ты будешь убежден, что я буду тебя вести. И Моше сказал Моше ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Другие словами, если тебя не будет с нами в нашей жизни, то явного проявления в нашей жизни, то не нужно мне спасения. Ишуа говорит то же самое. Он предоставляет нам явное спасение с явным предложением поверить в Него, получить свое исцеление. Исайя 53 полностью отображает крест Голгофа, и что предлагается вместе с ним? Явное исцеление, явное освобождение, явный выход из ситуации, пережить с Богом. Ибо почему узнают, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? Если взять по-человечески, то мы вот тут среди людей, мы все одинаковые. У нас те же самые зарплаты, у нас же те же самые работы, у нас же те ситуации, болезни, да? И почему мы так выделяемся посреди всего? Почему мы говорим о том, что вот что-то у нас есть, а у них нету? То, что мы явно переживаем отношения с Богом. Но бывают времена, когда мы этого не чувствуем. Знаете, в этом отрывке конкретно Бог говорит, что как это было с Моисеем, с Моше. Так я хочу сегодня проводить это время со своим народом. Бог вчера, сегодня, в веке тот же. Он не меняется. В Ветхом Завете во времена Моше он был один, во времена Иисуса нами другой. Когда Давид строил, и Соломон строил храм, он был третьим, а в Новом Завете он вообще совсем другой. Он тот же. И поэтому с этим обетованием и с этим отрывком можно представить, что Бог обещает идти вместе с народом. Вы скажете, а как вообще это возможно? Вот он везде, а как понять, что он проявляющий личности? Я пример вам приведу. Что вы будете делать, если я вам скажу, что среди нас есть человек, который обладает несметными богатствами, миллиардер. И хочет людей просто благословить по миллионам, два, может, пятнадцать и так далее. Да? Какие следующие ваши действия? Да, и люди начинают так. Подождите, это человека знаю или нет? Что он первый раз пришел. Наверное, это он. Знаете, или красиво одет, наверное, это он. Или вообще, мы начинаем, а может быть, надо немножко так, либо кислым стать немножко, чтобы он сжалился, или, наоборот, себя как-то, значит, по дому везти? Не, ну, мы начнем, если мозги так сказать, да, вот. Дай Бог, чтобы этот человек был здесь, и нам построить селлагогу. Но все равно. Если я вам скажу, ну, вы поймете, а кто из них? Кто из них? Да нет, послушайте. Я вам скажу, каким образом появится человек. Этот человек, он посреди нас. Мы о нем знаем. Мы на себя ведем себя так, чтобы понравиться. Но я вам скажу очень простую вещь. Он проявится тогда, когда он начнет давать. Когда он начнет давать. Одному, второму, третьему. Бог посреди нас. Явное его присутствие происходит тогда, когда мы переживаем то, что мы хотели бы изменить своими силами, и не изменяемо становится меняемым. Когда мы не могли себе помочь, нам приходит помощь. Например, с болезнями, Бог исцеляет. Ситуация, которая с финансами. Бог выходит навстречу. То, что мы бы хотели бы сами себе сделать, не смогли. Бог это устроил. Это называется явное его присутствие. Но он посреди нас. Я верю, что вот такое понятие, что Бог хочет являть себя нам. Второе, что значит жить, пребывать или уйти от присутствия Божьего. Как Адам и Евангелем, они спрятались. Они пытались уйти от явного присутствия Бога. Но что значит жить в этом присутствии? Что значит пребывать? Потому что часто мы живем от субботы к субботе. Или от домашней группы к домашней группе. Но как жить? И как вот можно уйти от присутствия? Знаете, после того, как Каин убил своего брата, что-то происходит такое очень удивительное. Потому что фактически это происходит с нами. Очень часто. Происходит с нами и грех в нашей жизни. Он минимизирует важность отношения с Богом. Написано, что бытие, вот четвертая глава, 16 стих. Я читаю с синодального перевода. Синодальный, извините. И пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод, на востоке от Эдема. Как можно уйти куда-то от лица Бога, если он везде? Украинский перевод Вышел Каин сперед лица Господня. Украинский язык еще по-другому говорит, да? Он ушел от встречи с Богом. На английском языке оно говорит так, And Kain went out from the presence, от присутствия Господня. Он ушел от присутствия Господня. Вот знаете, момент такой, что можно уйти от его присутствия, от его лица, хотя он везде, но можно уйти по одной причине. Я вам покажу эту причину. Один из примеров таких Иона. Классный у нас пророк. Малый пророк, но хороший, да? К Ионе сыну, вот Иона 1, 1, 1, 1 по 3 стих. Ионе, сыну Амафиему, ну, пришло слово Господа. Иди в великий город Неневию и проповедуй против него, ибо весть о его злодеянии дошла до меня. Дальше. Но Иона убежал от Господа и отправился в Фарсис. И мы опять встречаемся в такой момент. Если Бог везде, как от Него можно убежать? Знаете как? Простым непослушанием. Простым непослушанием. Когда Бог с нами общается, а Он общается, Он живой Бог, потому что мы видим это в жизни еврейского народа, в пророках, в Моисеи. Мы служим Богу живому, Богу Авраама, Цаха и Якова. Потому что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он поверил, он поверил и был послушан ему. Когда мы не послушны Господу, хотя это слово послушание, у нас очень как бы не так воспринимается правильно. Мы не любим это слово быть послушным. Нам кажется, что это слово заставляет нас быть какими-то рабами, плебеями такими, что нами руководят, манипулируют. Но на самом деле, когда мы не послушны Богу, мы уходим от Его явного присутствия. Не Его присутствия вообще, а от Его явного присутствия, где мы переживаем, где приходят какие-то изменения. Вы скажете, секунду, как это? Очень просто. Кому из вас Бог говорил оставить тот или иной образ жизни? Да? А потом вы были непослушны Ему, ну, продолжали такой образ жизни. Это вы ушли с присутствия Бога или нет? Тот, кто поднял руку и сказал, ну, я же сейчас в Доме Божьем, значит, я на месте. Значит, я был волей Божией. Друзья, вы были не в Его присутствии, хотя Он влек вас издалека. Когда Бог говорит тебе не сожительство с тем другим человеком, или же определись в своих отношениях с законным браком, и ты начнешь это игнорировать. Как ты думаешь? Ты живешь в Его присутствии, в явном проявлении, или же ты не в явном проявлении Бога? Хотя у тебя может быть все хорошо. Ты отсутствуешь. Как мне объяснить этот пример вообще по жизни? Многие люди, смотря на нашу жизнь с Татьяной, ну, мне часто говорят, ты такой благословен, ты такая жена. Я скажу, да и аминь. Да и аминь. Многие смотрят нашу жизнь и пытаются каким-то образом подражать нашим отношениям. Но я вам хочу сказать, что этим отношениям уже годы. годы взаимопонимания, либо непонимания, годы, как бы сказать, непонимания некоторых черт характера, да, вот в таких моментах. В моменты, где некоторые вещи меня просто выворачивало, вот так вот, и нужно было как-то договариваться. Некоторые вещи, которые ее, может быть, не совсем устраивали, нужно было говорить об этих человеках. Может быть, до сегодняшнего дня мы на пути в наших взаимоотношениях. Но я хочу вам одну вещь сказать. Простую вещь. Мне некомфортно уходить от ее лица. От ее присутствия. Вы не поняли. Вы не поняли. Есть вещи, которые, с которыми мы не согласны. Я говорю о вещах, которые, на самом деле, когда ты опускаешь то, что становится раздражителем, да, и переживаешь больше вот это чувство присутствия. И вот присутствие жены в моем доме, в одной квартире, в отношениях становится настолько приятным состоянием, что ты не понимаешь, как без нее жить по-другому. Но бывает по-другому еще. Ты в одном доме, ты хорошо все знаешь, но как будто вы живете на Марсе. Далеко. В одной квартире, но не имеете отношений. Вот так бывает с верующими людьми. Поэтому Яков говорит об отношениях Мессии с его общиной. Есть вещи, которые мы должны опустить. Мы ищем больше в Божьих отношениях. Может, не все в порядке. Может быть, что-то нас раздражает. Но это не должно становиться нашим местом преткновения. А наоборот, местом, когда мы сможем иметь отношения. И знаете, иногда я честно говорю, жена, давай ничего вообще не будем делать. Вот в доме, да? Шаббат прошел, не будем ничего, не мыть, не убирать, ничего не делать. Просто возьмем, ляжем, будем спать. Знаете, она говорит, я так не могу, нужно что-то изменить. И начинается вся уборка и все такое. Что надо, чтобы шаббат был нормальный, воскресенье, чтобы потом ничего не делать. Чтобы понимать. И вот ты понимаешь, что у Бога тоже есть такие предложения к нам. Я хочу отношения с тобой. Несмотря на то, что у тебя в жизни происходит непорядок какой-то такой. Он говорит, я тебя люблю. И мне важны эти отношения. И я хочу ценить их. Как мы реагируем на это? Мы хотим иметь это отношение с Богом? Это явное проявление в нашей жизни или нет? Как вернуть отношения с Богом? Как войти в Его присутствие? Мы говорим, что можно уйти. Можно пребывать в Нем. Как говорится, как в семье. Несмотря на обстоятельства. А как войти? Мы можем знать, что Бог праведен, вездесущий, всемогущий. Но наш выбор. Послушайте, наш выбор. Войти в эти отношения или нет? Кто из вас заметил, что у нас прославление, особенно, наверное, те, кто смотрели нас в прямом эфире, у нас что-то произошло не так? Вот один человек. Ну, слушай, а все остальные у нас на ухо немножко как бы так страдают. Я же понял, что это самое. Что-то там кто-то не ту ноту взял, не туда как бы тональность, не тот ритм. И тут как бы кто из музыкантов внутри аж так? Аж внутри, оно же перевернулось вот так все. Да. Люма, вот я... Я знаю. Я об этом. Я об этом. Что, когда Бог говорит о том, чтобы войти в его присутствие, в явное его присутствие, чаще всего то, что мы не предполагаем, оно является инструментом. Имеется в виду, музыкальное поклонение, пение, восхваление, восклицание является тем инструментом, который Бог хочет себе вести. Я сейчас не говорю о музыкальном воспитании или же эрудиции, музыкального, может быть, знания каких-то, пении или же нот. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что мы, как верующие люди, Бог нас собирает, чтобы воспеть Ему, войти в это присутствие. Например, 99-й Псалом говорит, воскликните Господу вся земля. Вся земля. Мы туда входим или нет? Или мы на Марсе где-то находимся? Вся земля кричит, а мы молчим, мычим. Он говорит, вся земля. Служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием. Другими словами, люди могут уйти от лица Господня по причине своего непослушания, но если мы послушны, Он говорит, вы придите перед Его лицом с восклицанием. Другими словами, «Слава Богу! Я иду в дом Господен, где Господь прикоснется ко мне, изменит меня, и моя жизнь будет другой». И знаете, что нужно? Верить в это. Без веры угодить Богу невозможно. Я убежден в том, что для нас есть возможность вернуться, прийти к Нему, несмотря на то, что у нас может быть не тот ритм, не тот, как бы сказать, тональность не та. Я знаю, что я ли, как пастор, я люблю поклоняться, для меня это часть моей жизни, я очень люблю поклоняться, но иногда Сережа говорит, пастор, не пой. Не пой. Я когда иногда слушаю себя потом в прямом эфире, когда повторяется, думаю, боже мой, Макс, надо было отрезать меня вообще, чтобы я просто так делаю, и все. А то я не ту тональность беру всегда. Но знаете что? В моем доме, в моем доме, мои дети, они очень музыкальные. Мы с Татьяной даже думаем иногда, откуда у них такие дары. Да? Но каждое утро в нашем доме звучит прославление, поклонение. И уже не важно, подберу я правильный тон голоса, попаду я ли в ноту или нет. Я знаю, что я соединяюсь в ту атмосферу, куда Бог хочет меня вести, в явное его присутствие. И ты понимаешь, что от этого зависит весь день. Я понимаю, что для нас, даже для тех, кто не музыкально способны, важно не стыдиться того, что мы не умеем петь или играть. Нам нужно понимать, что мы должны войти, это приглашение. И когда мы на собрании вместе вот собираемся, поем, это приглашение Его к нам. Написано, войдите, то есть восклицанием, приходите. Это нужно. 95-й псалом, 1-2 стих. Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Вау! Для этого существует Кагила, для этого существуют верующие люди, для этого мы собираемся, для того, чтобы явное Его присутствие отображалось в собрании через наше переживание, через исцеление, через, может быть, и свободу. И мы не уходили до следующей субботы такими же, какими мы пришли. одна печалька меня всегда беспокоит, такая, каким образом, вот мы, как верующие люди, уходя с собрания, да, приходим через неделю, и когда спрашиваешь, что, как дела? Так тяжело, такая неделя была, как будто всю неделю пил. очень редко встречаю людей, которые говорят, слушайте, у меня была потрясающая неделя с Богом, разве что уедут на ретрит куда-то. Вот на ретрите там все, вы заметили это синдром толпы? И пошла, понеслась, и уходит вдаль. Табор. Пошло, и оно движется, это нормально, это, послушайте, нормально, и Бог призывает нас в собрание, чтобы мы двигались, да, но вопрос дальше, когда мы выходим, взять его с собой, это переживание, которое у нас есть. И я вам хочу сказать, это возможно в вашем доме, на ваших, так сказать, электронных носителях, те, что у вас есть, не заполнять свой ринг-тонг этим самым, какими-то там, а, мусором. А, я думал, мусором, мусором, это песня, мусором, да, сделайте его для себя приятным, сделайте так, чтобы не звонок был, звонок от Бога, знаете, так, а какая-то песня была, мы можем это сделать, и у нас сегодня есть все возможности, чтобы заполнить наш телефон, даже такие бывают маленькие, старенькие, да, но все равно, туда можно хоть две-три песни записать, которые будут тебя вести к Богу, и я верю, что это возможно. Однажды к нам пришел молодой парень, он подружил с нашими детьми очень сильно, и начал играть в нашей общине, так, слегка подыгрывать. Потом пришла его мама, и остались в общине. конечно, это, потом трагически все произошло, но вы знаете Наташу Мерсниченко? Когда она пришла в общину, она уходила из нее со слезами, говорила, как много Бога здесь. До сегодняшнего дня она прошла как бы многие испытания, трудности, но если вы ее видите на прославлении либо в собрании, то вы увидите ее другим человеком, несмотря на ту боль и те трудности, которые она пережила. Я знаю, что для многих из нас иногда трудно осознать, что Бог не только внутри нас, вокруг нас, что Он хочет проявиться, что я делаю, когда у меня проходит тяжелое время, когда мне грустно, противно, когда день не удался и не пошло как я хотел, отношения, даже когда с Татьяной что-то такое, знаете, происходит несогласие, да, что я делаю? Я вам скажу, что я делаю. Я, наверное, один ответ, знаете, вот, зайти в комнату, закрыться и помолиться Богу, но я читаю Иеремии, плач Иеремии. Плач Иеремии, это не просто боль человека, который там страдает, там есть послание, которое для каждого из вас и меня оно приемлемо. Плач Иеремии, 2 глава, 17 стих. И удалился мир от души моей. Бывает такое? Я забыл о благодеянии, то есть о хороших делах, вообще делах. Это был что-то такой хороший день. Сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. То есть погибла сила моя и надежда тоже погибла на Господа. Помыслы о моем страдании и бедствии моем от полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя. помнит, вспоминает все трудности, которые проходят. Особенно горько, когда все и не так, как ты хочешь. И падает во мне, то есть душа, вот что я отвечаю сердцу моему, потому что уповаю. Вот что я говорю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благо Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Знаете, вот этот шаббат в этом году как никогда кстати, что нам нужно понять, что не только возможно знать о том, что Бог всемогущий везде и сущий, с ним можно проводить личное время и переживать его явно, явно. Давайте мы будем не будем уходить от лица его, расходясь из собрания, будем переживать его в наших домах, с нашими детьми, с нашими родственниками, не будем заглушать по причине греха отношения с ним, мы будем бежать к источнику моего прощения, освобождения, только там он нас простит. Давайте мы вспомним о жертве Мессии Иешуа, который примирил нас с Отцом, и только этот путь является путь, который переживаем мы, когда приходим к Богу. Потому что если взять, вот обращаясь к вам, Бога никто никогда не видел. Мы ничто переживаем. Но когда мы говорим об Иешуа, о страданиях его, о его смерти и воскресении из мертвых, зная, что он становится ходатай за нас, когда мы понимаем и вспоминаем об этом, в нашей жизни сразу что-то происходит. Мы понимаем, что только через него, как живой свидетель перед Богом, мы становимся чисты. Каким-то образом, только через Иешуа мы получаем чувство удовлетворения и прощения в наших обстоятельствах. 1 Петра 2,24 говорит, «Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, а ранами его мы исцелились, избавившись от всего через его крест». Мы сейчас встанем в наши ноги. В этот первый шаббат я хотел, чтобы мы не смотря, может быть, на музыкальное наше сопровождение, ошибки, не те ноты, могли пережить Всевышнего. Еще раз и еще раз. Много Бога не бывает. Понимаете, да, о чем я говорю? Невозможно сказать, все, вот уже здесь стоит. Много Бога не бывает. Много его присутствия тоже не бывает. Бывает недостаток, бывает чувство голода, бывает чувство, что мы может недостойны чего-то. Но сегодня время перемен. Каждый день для нас перемены. От ранней зари буду искать тебя. Ширма Алот Песня Восхождения От ранней зари буду искать тебя. Не найду ли? А если я найду, то что будет? Вот я кидаю вам вызов. Личный, персональный вызов к тому состоянию, которое мы имеем. У человека было отношение с Богом. Явное отношение с Адамом и Евой. Согрешив, они спрятались. Иона не послушавшись ушел от Бога или скрылся от Него. Давайте не будем в нашем непослушании, но будем послушны. Чтобы как Адам и Ева не были мы. Как Каин, которого предупреждал Бог, смотри над своим характером, контролируй грех, он у порога, аккуратнее, чтобы эти предупреждения привлекали нас к Богу ближе и ближе и ближе. Мы сейчас еще раз поем ту песню, которую мы в самом конце пели, наше поклонение. я надеюсь, что наши отношения с Ним не обновятся с Богом. Если вам нужно покаяние в ваших грехах, есть самое лучшее. Признавайтесь друг перед другом ваших поступков. Если хотите примириться здесь, на этом месте с кем-то, примиритесь, иметь это отношение с Богом. с Богом.